Чудеса 27 сентября Православная Церковь отмечает большой праздник – воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего. Это большое событие, которое отобразилось в веках, которое мы почитаем. И именно это событие и даёт нам силы и в дальнейшем жить, потому что глубокий смысл в нём заложен. А какой, узнаем прямо сейчас. Большой праздник, двунадесятый, второй праздник церковного года – воздвижение Честного и Животворящего Древа Креста Господнего. Этот праздник, он как бы связан с началом четвёртого столетия. Начало четвёртого столетия – это время очень знаковое для православных христиан. Оно как бы знаково тем, что от такого кардинального минуса православное христианство поднялось к полному торжеству и победе. И это, конечно, для нас символ того, что Христос всегда восторжествует, всегда победит. А всякие гонения, всякие скорби, они нам нужны именно для того, чтобы укрепить свою веру, укрепиться во Христе и уповать не на себя, а, как говорится в псалме, «возверзи печаль твою на Господа, и тот тебя припитает». Итак, четвёртое столетие. В начале четвёртого столетия было самое страшное гонение императоров Максимилиана и Галерия на православную церковь. Были убиты, если так, чтобы не соврать, миллионы православных мучеников, миллионы православных христиан. Если посмотреть святцы, то практически все мученики четвёртый век, начало четвёртого века – это и Георгий Победоносец – великомученик, и великомученик Димитрий Солунский, и многие-многие другие святые, которые пострадали именно во время гонения Диоклетиана, Диоклетианова гонения. И вот, дорогие братья и сестры, Диоклетианова гонения, как ни странно, как казалось бы, Церковь Божия должна быть уничтожена, но оно знаменовалось победой христианства, потому что против языческих гонителей восстал святой императорный и царь Константин, которому уже было пророческое видение креста на небе. Когда он проснулся перед битвой с Максимилианом, римским правителем, то он увидел знамение креста на небе, и голос прозвучал «Сим победиши!». Он нарисовал крест на счетах своих воинов, и они пошли в бой, и этим крестом, силой Божьей, правдой Божьей, они победили супротивника. И с этого времени начинается, был подписан в 313 году Миланский эдикт, в котором уже заложен такой юридический документ императорский, в котором было заложено то, что уравнивалось в правах христианства и язычества, уравнивалось в правах. То есть, фактически, юридические и гражданские права получали христиане, и они имели свободу вероисповедания. И это развязало руки, в каком-то смысле, христианство смогло выйти из подполья и получить официальный статус. И язычество само по себе, оно уже отжило. И очень много здесь потрудились святой и равноапостольный император Константин Великий и его мать, святая апостольная царица Елена. И здесь начинается история воздвижения Честного Животворящего Креста Господнего, который мы празднуем 27 сентября. Всегда празднуем. В этот день в честь страстей Христовых, в честь страданий Христовых положен строгий пост. То есть, однодевный пост по примеру уставов Великого Поста. То есть, только растительная пища с уилеем и без пищи животного происхождения. Что хочется сказать о самом празднике? Значит, надо сказать, что сейчас мы имеем город Иерусалим, но к началу IV века такого города не существовало на планете Земля, потому что в 74-м, если мне не изменяет память, или в 73-м году, или в 71-м, первого столетия, благодаря бунту, по пороческим словам Христа, бунту евреев, римское войско полностью разрушило этот город, полностью разрушило этот город, разрушило полностью Иерусалимский храм, и место, где стоял Иерусалимский храм, было вспахано плугом. И на этом месте был построен совершенно новый город, который получил название Элия Капитолина. Это был языческий город, как бы, и то есть, это был совершенно уже другой город, с другой планировкой, с другими архитектурными сооружениями. Когда христиане уже смогли отдышаться после этих гонений, тогда им, конечно, захотелось найти самую большую святыню православного мира, честной, животворящий крест Господень, то есть, тот крест, на котором был распят Господь Бог и спас наш Иисус Христос. И, как бы, за этой археологической и, в первую очередь, духовной святыней православного народа отправилась мать святого апостола Новоконстантина Великого. Она была уже тогда в очень преклонных летах, то есть, ей на момент поиска креста было около 80 лет. И она практически после обретения креста, она сразу же умерла. И она очень много потрудилась. Она поехала, конечно, с большим финансовым запасом, но, фактически, вот, это здесь чудо Божье. Надо понять, она поехала в никуда. То есть, как бы, ну, она не знала, где искать крест. Она проехала, приехала просто в Иерусалим. И она очень много трудилась, очень много искала, расследования проведили, всяческие исследования. И, наконец-то, как бы, нашли старого еврея по имени Иуда, который, как бы, указал место, говорит, что я слышал о дедушке своего, там, и так дальше, и так дальше, про дедушку, и что крест закопан в основании фундамента языческого храма Венеры. То есть, язычники, чтобы эти святыни не были обретены, они построили на месте креста, где был захоронен крест Господень, языческое капище, то есть построили храм языческий. Елена повелевает этот храм снести, и, как бы, разрушается фундамент, и, как бы, открывается пещера. По свидетельству многих археологов, историков, что она, когда копали копатели, тогда она сидела и все время бросала им денежку сквозь окошечко, в эту пещеру, она все время, как бы, им бросала денежку для того, чтобы их стимулировать дальше копать. И, наконец-то, в пещере действительно были открыты три креста. То есть, очевидно, один из крестов был спасителя, два других – разбойников. И отдельно лежала дощечка, на которой римский, греческий, арамейский было написано «Се царь иудейский», то есть, как бы, обвинение, которым обвиняли Христа, вот, и которое Пилат велел выбить, написать на табличке. Вот, и, как бы, как же понять, какой крест спасителя, какой крест Христу. И тогда, мимо этой пещеры, несли тело покойника погребать. И по очереди каждый из крестов, по благословению тогда святейшего патриарха Иерусалимского, Макария, священномученика, стиля Макария, каждый из крестов был возложен на покойник, на тело покойника. И когда возложен был один крест, человек воскрес. И все поняли, что это именно тот крест, ну, потому что это воскресение Христово, потому что это чудо, от одного древа Христа Господнего воскресает человек. И все поняли, что перед ними крест Христово. И тогда также уверовал и Иуда, который открыл им это место. Он стал впоследствии, принял крещение с синим семенем Кириак, и он возглавил, стал предстоятелем Иерусалимской церкви. В свое время святейшим патриархом Иерусалимским был священномученик Кириак в еврейском своем наименовании Иуда. И когда была обретена эта огромнейшая святыня, тогда огромные массы народа, они начали стекаться в Иерусалим для поклонения святыне. Но многие, ну, они не могли пробиться, была очень большая наплыв народа, и они не могли пробиться к Христу. И тогда по благословению святителя Макария Иерусалимского начали воздвигать крест над народом, чтобы те люди, которые не могли его увидеть, они хотя бы могли бы ему поклониться. И вот тогда троекратно был воздвигнут крест над народом, и люди поклонялись и пели «Кресту, то мы поклоняемся честному», что мы поем в тропарях, что мы поем в молитвословиях праздника. И таким образом был установлен этот огромный праздник, двунадесятый великий праздник, воздвижение честного, животворящего древа креста Господнего. Крест был обретен, и на сегодняшний момент в различных фрагментах, то есть есть большие кусочки такого креста, например, в Иерусалиме на воздвижение креста Господнего износят большой кусочек креста Господнего, который вмонтирован как капсулой в такой крест, который износится из алтаря. Их около, больше ста этих частичек, они были, это древо креста Господнего было раздроблено, и в различных церквях, в православных церквях, как бы есть частички честного, животворящего древа креста Господнего, нашего главного оружия на врага, оружия смирения, оружия терпения, оружия нашего спасения, с которым соединился своим причистым телом, соединился со своей причистой кровью, полито его причистой кровью, Господь и Бог и спас наш Иисус Христос. Поэтому для нас крест Господень, это мы его называем, как бы нет слов выразить, что это такое, но мы его называем животворящий, потому что именно Он дарует миру и всем нам православным христианам жизнь. Поэтому очень удручающе, когда, смотрите, когда печально, когда православный христианин не носит на себе нательного креста, потому что мы живем в мире духов, как бы вокруг нас вьются бесы, вокруг нас ангелы, бесы пытаются столкнуть нашу душу с помощью эмоций, страхов, пытаются столкнуть нашу душу с пути истинного. И мы от них, если человек носит крест, бес к нему не может пробраться, потому что это оружие на врага, это то, чем враг наш побежден. Поэтому наши предки даже в бане носили крестики. Когда у него был металлический крестик, он в баню заходил, он металлический крестик снимал, ему выдавали деревянный крестик. Он не хотел ни секунды быть без креста, потому что он знал, что без креста быть нельзя, потому что человек становится жертвой дьявола. А с крестом он как бы защищен Богом, как щитом защищен крестом. И вот еще в Писании есть такое упоминание, когда Христос говорит, возьмите крест свой и грядите за мной. То есть крест, это слово многих пугает. Что значит взять крест и идти за Христом? Это значит облечься в скорби? Ну и в том числе и облечься в скорби. То есть не просто облечься. Человек неизбежно облечется в скорби. Но это очень большая тема, очень серьезная тема. Скорби нам нужны для того, чтобы излечить нашу душу от гордыни. Вот для чего нужны скорби. Для того, чтобы мы перемолоть сердце, как муку, для того, чтобы оно стало мукой Царства Небесного, для того, чтобы оно стало органической природой, естеством готовым для Царства Небесного. Возьми крест свой, означает возьми жизнь свою, возьми все эти неурядицы, проблемы, все эти интересы, которые у тебя есть, и иди за Спасителем, иди за Христом, и Той тебя припитает, Той ведет тебя в рай и спасет тебя.